добрый день добрый день всем доброго времени суток или утро а вот и я здравствуйте у нас еще завтрак как вы видите мы еще маковой росинки во рту не было у нас время мы прикрыли чтобы никто не видел сколько времени у нас завтрак во сколько она мерцает она еще мерцает по время которые показывают на плите так что-то микрофон на мишу направлен только да мы хотим его услышать все зрители ходят услышать так наверх так так ну что ну что кому булку маслом намазать кому сур разрезать мне прям как фильме операция и другие приключения от турика срок новенький еще только из магазина купленненький еще не пробовали какой он на вкус бей яс нет какой это не сыр это он тут уже кусочками ребятки разбирайте да ты попробуй достану лишь ломается не доставайте достаете мы вчера сыр такой прикольный видели на рынке мы правда пробовать его не решили он был в меховом мешке мешок меховой так не знаю что за животное но это барашка наверно или может быть не барашка не хотя такие длинные такие волосы были это может быть не крученые не за низа не завернуты это козье какой сыр был у них было два вида кому еще богу намазать на масло короче этот а другой был в этого продавца сыр в кожаном мешке точно такой прям вот кожаный кожаный но мы что-то посмотрели какая-то бабуля старенькая руками туда полезла до руками туда полезла набирала себе а пробовала она сперва и какой-то кусочек там я отрезали она покупала это да все новое вообще не соленый практически так надо знаете что сделать надо его в холодильник убрать чтобы весь этот килограмм еще сыра в тепле в тепле не стояла кстати вы забыли чай достать от бурсы помидоров чем быть кушать так а где мой телефон 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 не развали нам пожалуйста аккуратней приятного аппетита оливковое масло так давайте расскажем что у нас здесь оливковое масло сыр лабне оливки маслины маслины или как наоборот маслины оливки оливки черешня помидоры огурцы колбаска сыр яйца шокок крем чай майонез кетчуп вода чай чай хлебушек сливочное масло хлебушек приятного аппетита всем кто с нами ест не повезло не повезло помидоры тепленькие вкуснее сразу с холодильника рекомендую попробовать дать тебе давай спасибо сладкие очень вкусно такие должны быть вкусная бренза эта мне больше понравилась она менее соленая что ли да очень вкусная бренза очень вкусная бренза ну не очень-то не, в последнее время очень-то не, в последнее время очень-то давай собраться? ну, давай, беги с Олегом Мишну любимое занятие драться яйцами а, она горячая горячая я вроде бы была холодной воды серьезно? ну, возьмите салфетки, поделитесь, а я вам почищу потом ой так сегодня на момент съемки снимаем опять в экстремальных условиях прямо на момент съемки 5 июля и снимаем мы на 5 июля сейчас посмотрим есть ли у нас именинники я проиграл так, а второе а, это треснутые ты возьми, треснутые бывают, всех побеждают пинь пинь 5 июля Луиза Шакарова привет, мои малоешки как доехали желаю хорошего отдыха приятного отдыха я вас прошу поздравить моего старшего сына с днем рождения 5 июля не перебивай, пожалуйста 5 июля спасибо заранее ну, как вам Турция Мишу и Олегу передайте привет привет из Ташкента вам привет из Ташкента от Луизы Шакаровой уважаемый старший сыночек Луизы Шакаровой поздравляем вас с днем рождения желаем крепкого здоровья успехов удачи во всем любви взаимопонимания всех вам благ будьте счастливы здоровы с днем рождения 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 так кушай что Мишу ты на тарелку чистила Галина Муханова добрый день Ольга и Алексей смотрю ваш канал давно но никогда не писала комментарии а зря потому что комментарии мы все читаем всех знаем кто нам постоянно пишет уже со многими дружим вот и комментарии очень способствуют развитию канала поэтому просим всегда писать нам комментарии так Галина пишет поздравьте моего дорогого любимого мужа с днем рождения 5 июля я очень рада за вас пусть удача улыбнется вам спасибо большое Галина спасибо уважаемый супруг Галины Мухановой поздравляем вас с днем рождения крепкого здоровья успехов удачи чтобы всегда окружала любовью заботой и добротой ваша супруга Галина была всегда рядом всех вам благ с днем рождения 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 Ольга Кравцова добрый вечер Ольга Алексея Олежка и Мишутка приятного аппетита поздравьте пожалуйста мою дочь днем рождения с днем рождения миша миша аккуратней днем рождения днем рождения с днем рождения На салфетку А что еще можно в кетчуп макать? На яйца В кетчуп? Здесь на столе ничего Кобачка А, так соленая Я знаю, что можно макать ОКУРЦЫ Колбаска с турецкими специями Что я всегда купил Но вкусная Кому? Под кожурки Тарелочка А я майонезик убахну Называется майонез Не знаю, мы пробовали его А, ты как-то добавляла в какое-то блюдо Майонез Майонез неплохой, прикольный Неплохой? Да, такой густой Я прям удивлена Обычно в Турции не очень хороший майонез В отличии Есть с чем сравнить, опять-таки В отличии от российского майонеза В Турции никогда мне не нравился майонез Московский Провансаль Ты мешал Есть, естественно Московский Провансаль Он тоже один из лучших Он ест Одних из дорогих Дай просто огуречек Спасибо На огурец будет поливать кетчуп Интересно Ребенку чай надо налить И Олегу тоже Так, чтобы не накапать Ты половину наливаешь? Примерно Олег, давай Держи Очень вкусно Да Спасибо Мишута, зрители там Здрасте Здрасте Кушай так, чтобы тебя зрители видели Ты же на мукбанге Ты же не просто здесь по-соседски сидишь Хорошо? Так меня Олег закрывает Так меня тоже папа закрывает Но я все равно стараюсь выглядывать Тиолетовые маслины Не знаем, какой краской они красят их Но они вкусные какие Миша Хватит кушать кетчуп Верните мне тарелку, пожалуйста Спасибо Хватит-то хватит Кмин, я же перейду Ты там верешь Вы разбавите, да А то горячее Как вам, друзья, такой формат? Напишите в комментариях Семейный Не льют так через руку И так тоже не льют на пол Хорошо, что мало нальют Не без этого В семейном формате С детьми Салфетку дайте Возьми вот эту, Миша Возьми вот эту Вот этот полотенчик возьми Попробуем кетчуп турецкий Такой же в России Серьезно? Да Пусть очка Не знаю, раньше я помню Были кетчупы Болгарские Обалденные вообще Спасибо Такие, знаете, еще бутылки были, что их не откроешь Надо было обязательно в кипяток сунуть Только тогда можно крышку повернуть Не выходит майонез Хотя он полный Брату налей тура Сил не хватает Да, мама Оля? Да, ага Мало кушала? Наши яма кетчуп, Валевич Ну нет У него нет того сливочного послевкусия А откуда он возьмется в майонезе Смитцем в послевкусии? Нет, вот в московском все-таки Вот такое вот послевкусие Такое вкусное А здесь, ну нет Ну густой, да Ну кисловатый, да Консистенция майонезная, да Но нет С кетчупом больше понравилось, Миша, да? С московским провансалем не сравнится Конечно, кто же сравнится с московским провансалем? И майонез Такой себе Надо Хайнс попробовать Он дорогой, но Турецкий Хайнс Надо попробовать, да Так, Нонна Кан Приятного аппетита, мои хорошие Спасибо На море сейчас хорошо Олечка, поздравьте, пожалуйста, мою младшую дочку С днем рождения 5 июля Ей исполняется 31 год У нее, как и у вас, два сына Семь лет и три года Заранее благодарю Зовут ее Ли Елена Уважаемая Елена Поздравляем вас с днем рождения Желаем крепкого здоровья Чтобы ваши мужчины вас столько радовали Семейного счастья, благополучия Удачи во всем Будьте счастливы С днем рождения С днем рождения Будьте счастливы С днем рождения Вопросов столько накопилось много Да, народ спрашивает Интересуется Пройдемся по вопросам Так, именинники на сегодня закончились Сейчас пройдемся по вопросам Лена Бокова Кстати, у меня есть вопрос К ближайшему прямому эфиру стриму Чудо пройдевали Каковы ваши и Ольгины приоритеты в жизни Например, дом, деньги, любовь и спокойствие Спокойствие, семья Хороший вопрос, да? Ну да Ну, в первую очередь Семья и здоровье Вот Что там еще? Приоритеты в жизни Дом, деньги, любовь, спокойствие, семья Ну, в первую очередь Это семья и здоровье Ну да, наверное Правильно так Рассуждать Потому что Сиденье не заработаешь Все равно Здоровье не купишь, да Самое главное Что всегда Просим у Бога Это Здоровье Ну Семья у нас уже есть Мы Любим друг друга Ценим друг друга Дорожим друг другом Здоровье просим у Бога Остальное все Заработаем и купим Да Деньги, как говорится Не они нас зарабатывают А мы их Поэтому Сейчас Бог Все получится Все будет хорошо Да Главное В плане Денег Это Не просто их зарабатывать Но еще и Разумно их Распределять В принципе Мое мнение Получается у нас Это неплохо Алексей не является Транжирой Я Не являюсь Транжирой Поэтому Получается И накопить Иногда На транжире Мне немножко чайку Хоть Хоть Такого теперь Что ли Далить Такого Теперь Да Сейчас Тебе не надо Добавить Нет У меня Полностью А Ты Экономная Ага Вот кто Экономная Видите Я уже чай допил А она еще Первую чашку пьет Я Я вторую Вот Ну Деньги Тоже немаловажный Фактор Потому что Деньги Имея деньги У нас Появляются Возможности Ну не только У нас У всех Вообще Да Вот Нет денег Нет возможности Есть деньги Есть возможности Вот А есть возможности При помощи Наличия возможности Мы Можем сделать Нашу жизнь Интереснее Краше Насыщеннее Что еще Ну да Как это Знаете Я вот уже Брат по-моему Обсуждают вопрос Мои Одноклассники Многие Вот К 48 Годам Ни разу Не были на море Представляете Люди прожили Всю жизнь Ни разу Не были на море Думаю Из вас тоже Многие Кто не были на море Никогда А кто-то живет На море Да Поэтому Опять-таки Видите Приоритеты У всех Разные У тебя Например Друг Если смотришь Саш Привет И Катя Вот Они Неплохо Живут На мой взгляд Да Они могли бы себе Позволить Поездки на море Но у них Приоритеты Другие У них В приоритете Дом Как бы Хорошие Дорогие Занавески Мебель Ну в общем Обустройство Быта Они еще Да Они еще любят В огороде возиться То есть Возле дома Они постоянно Что-то сажают Поэтому В этом плане Мы с Алексеем Совпадаем Наши мнения Совпадают Наши Точки зрения Наши желания В этом плане Совпадают Мы не будем У нас висят Какие занавески Нам Задарили Не просто В качестве подарка А просто По наследству Достались Да Там Где-то Они висели Потом стали Людям Родственникам Нашим Ненужными И мы их забрали Мы рады Рады Мы не будем Тратить деньги Там Несколько Десятков Тысяч Рублей На то Чтобы Купить Красивые Там Как их Называются Портьеры Портьеры Мы не будем Этого делать Мы лучше Там В трех Комнатах Красивые Хорошие Занавески Но Обязательно Поедем На море Как бы Да В этом плане Мы с Алексеем Прям вот смотрим В одном направлении И Что Алексею Не нужны Эти занавески Что мне Не нужны Эти занавески Что Алексею Там не нужны Какие-нибудь Я не знаю Ну что там Для мужчин Супер Какие-то Навороченные Прибомбасы Какие-нибудь К машине Да Что мне Не нужны Шубы Мы все Деньги копим Чтобы Поехать На море А в данном Случае У нас Получилось Накопить И купить Квартиру На море Это тоже Как бы Почему еще Это лучше Чем на 3 месяца Вот Миша говорит Это лучше Чем на 3 месяца Чем на 8 дней Как обычно На 7 На 10 Вот И это лучше Чем занавески В квартире Дорогущие Правильно Вот А друзья Покупают занавески Мебель Обставляются Ну то есть У людей Разные приоритеты И друзьям Не нужно Это море Видимо Раз они Так Ну Приоритеты Расставляют Значит Друзьям Не нужно Море А нужно Красивый Хороший Хорошо Обставленный Дом Поэтому У всех Видите У всех Счастье Заключается В разном Дом Да Безусловно Дом Должен быть Свой Почему Мы Мы Любим Море Да Мы Любим Миша Как Миша Говорит Это лучше Чем на 3 месяца То что мы сюда Приехали на полгода Да Сейчас И Так как Мы хотим Чтобы дом Был наш Мы его Купили Вот И Мы постарались Купить дом Со всей Мебелью Вплоть до Занавесок Здесь висело Здесь было Все Чтобы Опять-таки Не ходить Не выбирать Не тратиться И так далее И тому подобное Мы вложили Деньги Один раз И все У нас есть Все Что необходимо Для комфортного Для комфортной Жизни С видом На море Ну да Как говорят Недвижимость Тоже Люди покупают Квадратные метры И не покупают Ремонт Но мы Если бы Просто Квадратные метры Мы бы не стали Выбирать Мы бы Посмотрели бы дальше Нашли бы Чтобы был Все-таки Ремонт Истина в этом Есть Люди Покупают Квадратные метры Но не ремонт Но я вам Хочу сказать Что Турция Она немножко Другая страна Здесь нигде Абсолютно Не фигурирует Квадратура Квартиры Здесь Квартиры Продаются По критериям 1 плюс 1 2 плюс 1 Первая цифра Означает Количество Спален Вторая цифра Означает Что это будет Салон Студия Совмещенная Жилая комната С Кухней И соответственно 1 плюс 1 2 плюс 1 3 плюс 1 По этим критериям Выбирается Квартира Квартира Выбирается По критериям Мебелированная С техникой Мебелированная Без техники Без мебели Без техники Вплоть до того Что бывают Такие предложения В Турции Что Квартира К примеру 1 плюс 1 С видом На море Полностью Мебелированная Укомплектованная Посудой Текстилем Вот просто Берешь Свою зубную щетку Свои личные вещи Заезжаешь И живешь Даже такие предложения Есть Поэтому здесь Как бы знаете Да В России Мы выбираем Сколько квадратных метров Да там Какой этаж Здесь этажность Имеет значение Транспортная доступность Там что-то еще Да Здесь этажность Имеет значение Квадратура Не имеет значения Здесь имеет значение 1 плюс 1 Или 2 плюс 1 Или 3 плюс 1 И имеет значение Мебелированная Техника Оборудованная Или нет Здесь еще бывает Знаете Оборудованная Качелями На балконе Да Барбекю На балконе из моей варианты прям барбекюшница стоит на балконе типа это же будет мой балкон хочу быть и готовлю единственно конечно соседям я не очень завидовал если бы у меня сосед начал такое на простой барбекюшнице начал кашлыки готовить такое удовольствие поэтому я бывает вы написали бывают барбекюшницы такие знать как через весь дом на одной стене балкона на каждом балконе встроенная ну барбекю это назовем встроена такая как печь и просто ты сам там разжигаешь до сюда а поскольку это все строено все культурно этот дымоход идет центральный и весь дым уходит в этот дымоход и никому ты не мешаешь при этом но это ведь это уже сразу изначально сделано есть дымоход есть куда уходить дыму а если дымохода нет куда дым пойдет куда к соседям пойдет в твою квартиру к твоим соседям девас ты мне куда поэтому да леночка бокова все как вы написали деньги дом любовь спокойствие все должно быть в как сказать в норме или как сказать все должно быть все должно быть наличие начиная с семьи и здоровья это первые два до семья у нас есть здоровье слава богу дальше дом который у нас тоже есть деньги которые тоже зарабатываются потихоньку ну еще я знаю что вы желаете те кто вот дом больше вкладываются в огород они как-то убегают от общества или как они больше им хочется дома сидеть так сказать не ленятся или как они куда-то поехать лень куда-то пойти такие домоседы знаешь ему дома действительно он как уют создал да как улитка своем доме сидит ему хорошо и он там обустраивает свой комфорт занавесочки шкафчик тут было два батона хлеба нарезано 0 где-то на верхней полке скорее всего обычно наверх кладем хлеб а еще кто-то олег беспокоился два батона точно хватит я говорю да точно я был прав что беспокоился они утром ходили за хлебом с мишей тут недалеко идти в принципе вот и этот олег да спрашивал бы два батона точно хватит и конечно хватит больше двух батонов батонов вот у меня осталось кусочек это от вчерашних трех батонов осталось 4 кусочка а мы стараемся хлеб каждый день покупать свежий он мягкий мягкий и кто-то говорил хлеб много не ешьте а что туда есть что есть помидорку одну огурчик один без ничего это же не интересно и что-то надо кетчупа сюда поставить а то тебя тебя закрывает он классе кетчуп есть это не полезно с огурчиком с огурчиком тебя ешь Олег ты зря так делаешь я знаю с огурчиком хочу мая ну на а майонез то будет с помидорчиком с огурчиком не майонез не а не курочку гриль сделать с майонезиком там это без вопросов там не почувствуешь вкус а так просто не 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 а еще знаешь салатик помидорный накрошить с огурчиками туда ручку бросить и майонезиком даешь вот эту брензу а я уже на сладкое перейду а то хлеб кончается сладкой не удастся поесть как-то несправедливая кушаешь шококрем а я ел уже да? да манадец я думаю Миша тоже успел уже да? я успел я лобная не еду на ножку куста да Миша лобная нравится ну и шококрем тоже без него не может да? ты тоже даешь? главное то мыть придется точно? эх как это говорит никогда говорит не ешь последнюю котлетку на сковороде да? все равно одной котлеткой не наешься сковороду мыть придется что это прилипнет хочешь они и так без тебя такое придумают сами вы тогда зрителей запоминайте и делайте что у нас плохая идея-то? идея правильная очень вкусный завтрак в Турции завтраки недорогие но сытные очень вкусные тебе что-нибудь дать? нет я уже все уже таблеточки выкушал в России мы тоже всего изобилия у нас да было ну как бы никогда не сидели без колбасы без сыра и так далее но в России завтрак не приносил такого удовольствия как в Турции я например каждый день в Турции сажусь со всей семьей с удовольствием завтракаю в России вспомните как часто я завтракала раз в неделю если я позавтракаю это очень хорошо я тяну время тяну 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 до обеденного времени а потом сразу обед ем ну вот как-то не знаю а здесь прям с таким удовольствием каждый день по три батона состав смотри достаточно неплохой вот английский вариант нашел состав вода подсолнечное масло вини гарвит это уксус и единственное модифицированный корнстарч это крахмал крахмал наверное может быть в воду они зря льют мы то в свой майонез воду не льем даже если самодельный а кто знает может а что он такой густой а не тогда загустители какие-то а в нашем майонезе еще горчица есть да в нашем майонезе что еще бывает может болтать сейчас без шикарла до остается я уже вспотел весь алё алё ты ел да я ел сейчас я почитаю состав кетчупа и такой ничего не понятно но очень интересно ну почему там доматес есть вот я первое слово вижу мессир вот что-то из кукурузы здесь тоже есть соль вижу шикар шикар это сахар мессир это кукуруза это да это кукуруза соль ништяк сосы это мука кукурузная мука крахмала может быть вот дихо дихо где-то такое слово прочитала ништяк сосы а вот это понятно а вот сирке это уксус а там почему-то на каком-то уксе было написано биас а вообще биас по-моему это в турецком языке означает немного шоколад шоколадный заяц ласковый мерзавец на все сто и вы знаете вот этот шоколад здесь я не знаю кто-то там ругал говорил что какая-то химозная штука настолько вкусный настолько похож на натуральный по вкусовым качествам и по запаху от нутеллы вообще ничем не отличить и стоит 500 граммовая коробочка на наши деньги в районе 80 рублей а в россии нутелла стоит нутелла рублей наверное 300 будет стоить наверное не 500 граммовая я думал 250 не 500 граммовая там меньше баночка меньше баночка а сейчас еще утро но уже очень тепло жарко невероятно это от горячего чая еще возможно я ближу ложечку или Миша хочет облизать ложечку любимое занятие Михаила он если позавтракает быстрее раньше всех сидишь ждет когда все поедят шоколад чтобы облизнуть ложечку а еще нечаянно оно упадет там все изваляется в шоколаде да Миша потом он ради приличия вот так делает ничего не падает а кстати ты мед так и не попробовал турецкий представляешь медведь не попробовал турецкий мед все вкусненько вот это у нас в коробочке от шока крема тяй а то подумаете что я шоколад на огурец мажу все Миш прекрати ты стучишь по голове людям все ой ну что ж друзья пока мы с вами общались мы уже налопались как видите тарелочки все опустошили кроме оливок маслинок овощей 3 колбаски осталось до этого вот будем заканчивать это видео если видео понравилось ставьте обязательно пальчики вверх подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик чтобы вам сообщали о наших новых видео и комментарий какой-нибудь хороший напишите или привет или вопрос нам очень приятно с вами общаться всем спасибо за просмотр всем пока пока приходите еще увидимся снова пока пока